Сегодня, после летнего перерыва, депутаты Чебоксарского городского собрания собрались на очередное заседание. О том, что должно измениться после него в городской жизни, расскажет Ольга Пырочкина. Кто за? Принято. Изменения в бюджет города Чебоксарский депутат одобрили единогласно. Кошелек города потолстел на несколько сотен миллионов рублей. В соответствии с предложенным проектом, бюджет города Чебоксара на 2013 год увеличивается по доходам на 301 миллион 492,6 тысяч рублей. Это достигается за счет прогнозируемых дополнительных поступлений налогов и налоговых доходов в сумме 139 миллионов 486,1 тысяч рублей. И также за счет увеличения в сальдированной сумме безвозмездных поступлений от бюджета в других уровне на 162 миллиона 6,5 тысяч рублей. Дополнительные средства потратят на выплаты зарплат бюджетникам и на строительство спортивных объектов. На 137 миллионов больше, чем в прошлом году направят на жилищно-коммунальное хозяйство. Кроме того, деньги пойдут на благоустройство. Впрочем, эту сферу на заседание обсуждали отдельно. Дело в том, что теперь у столицы Чувашии появился специальный объемный документ под названием «Правила благоустройства территории города Чебоксары». Четко прописаны такие моменты, как, к примеру, допустимые расстояния от окон жилых домов до мусорных баков, возможные места расположения площадок для выгула собак, правила устройства парковок и вывоза мусора. Правда, до сих пор остаются территории, с которых мусор не только некому вывозить, но и убирать. Эта работа продолжается. Такие территории, к сожалению, продолжают выявляться. Мы их, по мере выявления, также закрепляем за администрациями района. Ну а еще одно изменение, которое также приняли депутаты, денег, вероятно, в бюджет не добавит, но значительно облегчит жизнь тем, кто занимается социально значимым бизнесом, а значит и всем горожанам. Предприниматели, которые арендуют у города помещения под частные детские сады, теперь будут платить на 70% меньше. В целях развития организации детских дошкольных учреждений на территории города Чебоксары предлагается применить льготный коэффициент к рыночному размеру арендной платы. В настоящее время этот коэффициент составляет 0,3. То есть, фактически 30% от рыночной стоимости размера арендной платы будут оплачивать такие организации. Прошу поддержать проект решения. Также 31 заседание депутатов изменило устав города, порядок приватизации городского имущества и положение по перевозке пассажиров общественным транспортом. В повестке дня значилось 16 вопросов. В следующий раз собраться депутаты планируют в октябре. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.